В этом году День добрых дел совпал с обзиобластным субботником. Волонтёры, школьники и учителя городского округа провели учебный день не за партами, а включились в акцию, которая охватила всё Подмосковье. На площадке работали мои коллеги. Несмотря на погодные условия, с утра в гимназии номер 44 кипит работа. Вооружившись зонтиками и необходимым инвентарём, ученики готовы к заданию. На них сегодня возложена ответственная экологическая миссия «Посадить деревья на территории школы». Сегодня субботник, День добрых дел. Вот у меня тоже накепка написана. Они очищают воздух и дают нам кислород. А ещё деревья – это нужная природа. Мне нравится сажать деревья. В школе сразу несколько локаций, где ребята смогли проявить себя. Младшие и старшие классы собирали гуманитарную помощь, посетили выставку «Оружие» и принимали участие в мастер-классах. Один из них посвящён созданию серёжек. Но у этого украшения есть особенность. Сейчас мы делаем серёжки из сухоцветов. Красивые украшения, которые дети все лето могут носить. Посвящено это преддверии лета. То, что дети всегда могут с природой соприкоснуться и быть всегда частью этого прекрасного творения. Все эти мероприятия направлены на воспитание настоящего патриота, ребёнка, направлены на любовь к маленькому городу, к своей малой родине, к региону в целом и, конечно же, к нашей дорогой России. «Быть России всуждено тебе и мне, Служить России в удивительной стране!» А в четвёртом лице «Добрые дела» делают под песни. Ученики младших классов готовятся к предстоящей Пасхе. С помощью бумаги, ножниц и красок изготавливают символы праздника. «Раскрашивали яички, пели песни и мне очень-очень понравилось». «Я сначала делала точечками, говорили, рисунки. Потом надо каким-то вот этим пластилином приклеить палку и их потом куда-то, наверное, повесить надо». А у ребят постарше задание посложнее методом выжигания. Они создают различные сувениры. Эти деревянные изделия, а также расписных голубей мира отправят в качестве подарка участникам СВО. Другая часть учеников лицея занята вопросами экологии. В спортзале эстафета, во время которой нужно отсортировать отходы, а во дворе – посадка хвойных деревьев. «На самом деле день добрых дел у нас начался заранее. Первое, что мы сделали, мы подготовили территорию своей школы, мы подготовили территорию городскую, а именно березовую рощу, которую рядом с нами почистили. Березовую рощу – это наш подарок городу. Мы готовы убрать памятник, как только будет соответствующая погода. То есть день добрых дел не одним днём заключается». Но на школах добрые дела не закончились. В Центральном парке Люберец создали живой уголок из деревянных кормушек, куда привезли и выпустили белок. После чего к волонтёрам и ученикам в посадке деревьев присоединился и глава городского округа Владимир Волков. Совместно с ребятами они высадили саженец клена. «Делать такой как бы борь, чтобы в серединке была как ямка. И в эту ямку уже воду наливать». «Я ни разу не сажала дерево, и у меня не было такого опыта. А здесь я смогла впервые это сделать, и я очень рада». Всего в общественных работах приняли участие больше 300 человек. А открытие фонтанов завершило традиционный месячник чистоты и благоустройства. Танцующие потоки воды поднялись вверх на 15 метров с музыкальным сопровождением и дали старт летнему сезону. Анастасия Кладинова, Луиза Егезарян, Пётр Пономаренко, Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ.